Тайны библейских сказаний Тайны библейских сказаний Тайны библейских сказаний Достаточно длинный В этой недельной главе Но у этих законов Один закон Который царь Соломон Премудрый не мог понять Но если даже царь Соломон Не мог понять Он сказал что я не понял Только несколько вещей в Торе И вот один из них Это закон о красной крови В чем заключался этот закон? Дело в том, что есть в Туре такое понятие, как ритуальная нечистота. Люди, которые были ритуально нечисты, они имели право не только участвовать в храмовой службе, но и даже заходить на территорию храма. Один из примеров такого ритуальной нечистоты – это когда человек касался мертвого тела, ему передавалась вот эта нечистота, и он уже не мог войти на территорию храмовой горы, за моей спиной в фотографии, там золотой купол стоит, там был храм еврейский. И поэтому нужно было от этой часты избавиться. Как избавлялись? Был специальный способ, указанный в Туре, вот в нынешней недельной главе, нужно было найти красную корову, полностью красную, у которой не было бы даже двух других волосков иного цвета, зарезать ее, сжечь ее тушу, собрать ее пепел. И вот этот пепел, который был размешан с водой, им нужно было окропить этого человека, который обладает ритуальной нечистотой. Вообще, то, что вы сейчас видите, мы знаем, то, что попы кропят такими вот специальными кропильницами, это в чистом виде взято из ритуальной службы, в чистом виде взято из заповеди о красной крови. Вообще, в христианском богослужении, в христианских обрядах, особенно в православии, очень много вещей взятых у евреев, поскольку христианство и православие базируются на еврейском законе, на еврейском богослужении, на еврейских обрядах. Например, еще один такой. Пример, первое, что приходит в голову, почему хлеб-соль? Почему приводят свой хлеб-соль? Это тоже взято из храмовой службы. Почему разбивают на свадьбе, там, стакан или бокал или тарелку? Тоже взято евреям. Надо будет как-то нам с вами сделать специальную передачу, посвященную вот этим... Да, это интересно. ...евреям обычаев. Я уверен, что наши учители будут просто поражены тому, как все, но многие традиции, многие обряды, которые они считают чисто христианскими, они просто взяты один к одному из еврейской истории службы и культуры. Ну, это отдельная тема. Я хочу вернуться к красной крови. Так вот, что было непонятно царю Соломону, а непонятно было следующее. Люди, которые участвовали в приготовлении пепла, то есть съездили эту крову, сжигали ее, собирали пепел, они становились нечисты. Они приобретали ритуальную нечистоту, от которой можно было избавиться с помощью изготовленного ими пепла красной крови. То есть, как это так получается? Ты изготавливаешь средства для очищения, и ты в ходе его изготовления становишься нечистым, и чтобы очищиться, ты должен это самое средство, которое ты приготовил, для себя использовать. Вот царь Соломон этого не понял. Это действительно сложная вещь. Ваше обращение, Давид, поясни. То есть, они становились нечистыми, но если они использовали вот этот пепел, который они сами приготовили, они могли очиститься? Да. То есть, не нужно было новую корову резать? Нет, то, что они сделали, они могли... Да, только коров не напасешься же. Было всего зарезано за все время существования двух храмов шесть коров. Седьмая будет, как сказано в Талмуде, зарезана Мессией, Машехом. И мы знаем, что в Израиле уже такую корову вырастили. Уже есть в Израиле в одном из кибуцов, красная полностью корова. Так что, вот такие вот признаки прихода Машеха, Мессии, мы наблюдаем уже в нашей жизни. Вообще говоря, что, как раз в Израиле, будет как бы два Машеха, две Мессии. Машех бен Давид и Машех бен Йосеф. Машех бен Давид, то есть сын Давида, это человек, это личность. А Машех, сын Йосефа, это процесс. Так вот, процесс, это процесс создания и установления, и расцвета государственной Безраиле. Он уже пошел, и мы видим, как он успешно идет. Так вот, когда вот эти вот Куаним, то есть те, кто совершали службу, становились нечистыми, не могут это понять стороной. Я хочу привести историю, которая нам как-то поможет, может быть, тролить свет на всю эту странную ситуацию. 200 лет тому назад жил в Польше, тогда это была Россия, за Безусе и за Ниполя. А Ниполь это местечко, которое сейчас находится в Польше. Был большой очень праведник, он создал хасидский двор, до сих пор есть его хасиды, до сих пор его труды изучаются в Ешилах, до сих пор на его могилу, которая сохранилась, которую гитлеровцы пытались уничтожить, но не сумели, приезжают люди молиться на его могиле. Так вот, жил он в этом самом местечке Аниполе и занимался он в основном только духовными вопросами. Рябзуся, ему самому ничего в материальном смысле было не нужно, он там питался каким-то куском хлеба в день со стаканом воды и занимался только вопросами духовными. А как содержать семью этим занималась его жена, она держала какую-то лавочку и продавала, и получала какой-то доход, и съезжала с ним детей из самого Рябзуся. Пока не пришло время выдавать замуж старшую дочку. И тут жена пришла к Рябзуся и сказала, слушай, я тебе всю жизнь помогала, я тебе никогда не мешала, ты занимался духовными вопросами, это нам очень нравится, это наша доля в этом мире и в будущем мире, все хорошо. Но вот сейчас, стоп, мне нужно 300 рублей на свадьбу для дочки, вот пойди и найди. Прекращай свои духовные дела, пойди, найди мне 300 рублей, я сама такие деньги найти не могу, не в состоянии. Ну, когда жена ставит такого слова, Рябзуся прекратился с мне занятие духовными вопросами и пошел. Он ходил долго из общины в общину и собрал. Это были деньги очень немаленькие в те времена. И он счастливо возвращался домой, бежал дошел до какого-то местечка самого близкого Каниполя, вдруг услышал какие-то дикие крики. Он подошел к синагоге, в синагоге стояла женщина, воздел руки к небу, кричала, будто ее режут. Что такое, спросил Рябзуся, может быть, сказали, объяснили, что эта женщина, она многодетная, у нее маленькие дети, большие дети, жительная, просто было ни в расстоянии, денег у нее не хватало. Она оставила младших детей на попечке, старших детей, чтобы они попекали младших, и пошла собирать деньги, долго ходила, собрала 300 рублей. Вот она пришла, вернула свое местечко, но как же после такого длительного отсутствия педитной мощи с пустыми руками, она пошла на базар, чтобы там какие-то гостинцы детям маленькие купить, чтобы дать им. И у нее на базаре срезали кошелек, воры украли. И вот она сейчас стоит, кричит, на эти 300 рублей она с детьми могла бы жить несколько лет. У нее ничего не стало, а второй раз идти собирать, кто же даст. И тут Раби Зусе понял, почему он оказался в этом месте и в это время. Он подошел к этой женщине, сказал, милая, что ты так убиваешься, кричишь, вот я тут час тому назад, я нашел на улице кошелек, там 300 рублей. Ой, она была счастлива, эта женщина. Спасибо тебе, она его не узнала, его никто не узнал. Раби Зусе был очень скромным, он всегда ходил в одежде простого человека, а не с большой шляпой, не в каком-то камзоле, как полагалось, такому большому раввину и праведнику, как он. Поэтому она подумала, что это просто какой-то обычный простой человек. Но сказала, что, Раби Зусе, я перед тем, как тебе деньги отдать, обязан провести в соответствии с Галахой, то есть с серьезным постановением, с законодательством, проверку, ты должна мне назвать, какие там купюры содержатся в этом кошелеке. Женщина знала точно, какие там были купюры, она их назвала. Раби Зусе сказал, окей, хорошо, я сейчас возвращаю к себе в гостиницу, где я ставил твой кошелек, я через полчаса вернусь в синагогу, иди в синагогу, жди меня в синагоге, я принесу кошелек. Женщина обратилась, пошла в синагогу, а Раби Зусе пошел, конечно же, не в гостиницу, какая там, в крестинец, а он пошел к меняли, к ближайшему, и попросил его разменять, подобрать такие купюры, как женщина назвала, чтобы были в кошелеке. Меняла все это, ему сделал, Раби Зусе пришел в синагогу, и сказал этой женщине, прежде чем я отдаю тебе кошелек, я хочу получить вознаграждение за то, что я нашел твои деньги, и я тебе их возвращаю. Как? Все стали отвечать, что ты, бедный, да вы даже рубль взять. Стыдно. Какой рубль, сказал ты, безусе, я хочу 50 рублей. Тут на него все накинулись, ах ты, хам, ах ты, такой, сакой, надавали ему за трещину, забрали у него кошелеки, выдали с позором из синагоги. Когда через какое-то время это стало известно, Заби Шмелке из Нюкельсбурга, учителю Жаби Зусе, он немедленно вызвал к себе Зусе. У Раби Шмелке не было сомнений в том, что были чистые помыслы у Жаби Зусе. Он просто хотел понять, а чего он хотел добиться такими своими странными действиями. И Раби Зусе ему объяснил. Он сказал, что когда я шел, отменял их в синагогу, то я услышал, как у меня голос внутренний говорит, ай, да Суся, какой ты молодец, честь тебе и хвала, тебе все будут дать тебе пример, сейчас я буду на тебя смотреть, молодец. И я понял, это мой внутренний голос, моего злого начала, что я сейчас, у меня разоплет от гордости, от важности, и все, и весь мой духовный уровень упадет, проваляется в тартарары. И получится, что доброе дело, которое я сделаю, мне послужит очень злую службу. Поэтому я пришел, когда в синагогу, сказал, дайте мне 50 рублей, она меня, конечно, побили, выкинули. И когда я шел домой с синяками на лице и без денег для дочки, я понял, что с моим духовным началом все будет в порядке. Вот это тот самый пример. Я прошу прощения, но я так понимаю, что когда он вернулся домой, синяков у него на лице добавилось. Ну, я думаю, что у Роби Зуси были еще какие-то возможности. Он же не бедная вдова, он был знаменитым цадиком, когда мы приезжали со всех сторон, со всех концов Европы. Люди он мог найти, эти 300 рублей еще. Она бы и не нашла. Он-то мог найти. Но что мы отсюда учим для себя? Когда мы делаем доброе дело, не нужно поддаваться такому искушению. Ах, какой я хороший. Ах, какой я молодец. Я кому-то помог словом, помог делом, помог советом, помог деньгами. Вот пусть он на меня смотрит. Не надо. То есть мы можем, делая доброе дело кому-то, сослужить злую службу себе самим. Вот это вот есть тот самый, то объяснение пепла красной коробой. Делая доброе дело, ты можешь, если поведешь себя неправильно, оказаться в яме, в которой ты никогда бы не хотел показаться. И чтобы из этой ямы вылезли, тебе нужно будет снова какие-то добрые дела делать и очищаться. Я думаю, что это вот тот самый актуальный урок, который мы можем выучить из недельной главы Торы Б. Хукатай. Спасибо. Жалко, что царь Давид не догадался. Спасибо большое, Давид Шехтер, полковой раввин израильской русскоязычной прессы, писатель, журналист. А наша программа подошла к концу. Шаву АТО в хорошей неделе. И всего вам доброго. До свидания. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»